Праздник 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 о недопустимости драпировки Мавзолея в дни Великих Торжеств и прежде всего перед 9 мая. Напомню, Юрий Гагарин приветствовал страну, стоя с трибуны Мавзолея. Да, это был высший подвиг советской цивилизации, это было выжидно из высших достижений, и так же, как и победа Великой Отечественной войны, она связана с Мавзолеем. Использование всяческих фанерок, как об этом справедливо пишет в обращении к Путину Геннадий Андреевич, недопустимо в условиях специальной военной операции и разговоров о необходимости консолидации общества. Поэтому я думаю, что наша партия будет дальше активно поднимать тему сохранения исторического облика Мавзолея, символического значения этого, в том числе и для проведения специальной военной операции. Ну и в связи с необходимостью темы консолидации в период СВО, мимо фракции не прошло заявление господина Костина о том, это ВТБ-банк, что срочно нужно проводить новый этап приватизации, Совкомфлот, Аэрофлоса, да, наш алмазный гигант, должны быть приватизированы, и господин Костин обещает 1 триллион рублей в бюджет. Я думаю, нужно поблагодарить господина Костина за заботу, потому что он реанимирует опять тему пересмотра итогов приватизации, и прежде всего пресловутых залоговых аукционов. Напомню, счетная палата, документ счетной палаты под руководством Слепашина до сих пор лежит и не реализован, и по подсчетам только, если мы откажемся, вернем в госсобственность то, что ушло по результатам залоговых аукционов, бюджет получит немедленно 5-7 триллионов рублей. Так что сравните Костинскую распродажу и доход 1 триллион и 5-7 от возврата того, что у всевозможных Дерипасок и Потаниных в государственный бюджет необходимо свернуть. Все будет, как говорится, на пользу народу и нашей победы в ходе специальной военной операции. И сегодня один из законопроектов посвящен изменению в закон о регулировании торговой деятельности. Мы настаиваем на введении строгих ограничений на закупочные цены. И вот это, по сути дела, восстание, которое в Алтайском крае против низких закупочных цен, когда наши фермеры получают только 20, 19, 16 рублей за литр молока, а посмотрите, под 100 рублей оно в гипермаркетах, поэтому мы будем призывать Единую Россию и правительство, говорить им, хватит кормить зарубежных ритейлеров, хватит работать на перекупщиков и спекулянтов, повернитесь к русскому народу, повернитесь к русскому фермеру. И это будет одна из задач при обсуждении сегодняшнего закона. Михаил Матвеев, депутат промышленного избирательного округа 162 города Самары, это именно тот округ, где делают космические корабли, именно на самарской ракете, куберской ракете Юрий Гагарин летал в космос. И, конечно, я всех вас поздравляю с этим праздником, он является профессиональным для многих моих избирателей, инженеров, рабочих, которые производят космические корабли, производят двигатели. И, конечно, то, что сейчас сказал мой коллега Сергей Павлович, действительно является очень важной задачей, это развитие космической отрасли. Несколько настораживает то, что на космических предприятиях, в частности на РКЦ «Прогресс» в городе Самаре, идут достаточно заметные сокращения, сейчас в данный момент называются цифры до тысячи человек. И поэтому, конечно же, я как депутат буду внимательно следить за этим, направлены соответствующие запросы в Роскосмос, почему это происходит и каким образом мы можем достичь тех задач, которые стоят перед Россией. А это не только космос, это не только гражданский сектор, но и военный, как вы понимаете, без серьезных усилий и вложений в те головные предприятия Роскосмоса, которые существуют, в том числе Самарское. Вчера состоялся круглый стол, который проводила фракция КПРФ, посвященная мусорной реформе. Это еще информационным поводом является, пока еще сутки даже не прошли. Основное, скажет мой коллега Олег Михайлов, я скажу только о нескольких проблемах, которые там были обозначены. Очень остро стоит проблема и в Московской области, и в Самарской, и еще в ряде других регионов. Взымание платы за мусор, говоря простым языком, с квадратных метров площади, а не с людей. То есть фактически получается, что люди платят колоссальные средства в виде второго налога на недвижимость. Неважно, живут они в квартире, не живут. В то время, как в советские годы и последующие, был только единственный способ учета мусора, это по контейнерам, в зависимости от фактических вывоза контейнеров, которые от многоквартирных домов или предприятий вывозятся. Поэтому одна из главных рекомендаций к правительственному часу, который состоится 19-го числа, посвященный мусорной реформе с участием вице-премьера Виктории Абрамченко, это на уровне правительства принять решение о том, что взымание платы, администрирование взымания платы, нормативы за ТКО с квадратного метра площади необходимо отменить как экономически необоснованного и взымать плату только исключительно по факту, исходя из количества людей. Сегодня День космонавтики, я вас с этим праздником всех поздравляю. Сегодня мысли устремлены в космос, к звездам. Однако не надо забывать то, что происходит на нашей бренной земле. На нашей бренной земле полно мусора, твердокоммунальных отходов, которые до сих пор захораниваются на полигонах. И именно этому вопросу, обращению твердокоммунальных отходов, был посвящен вчерашний круглый стол, который мы во фракции проводили. Хочу обратить ваше внимание, что даже на сегодняшний день, несмотря на то, что мусорная реформа у нас идет с 2018 года, фактически практически 90% всех образуемых ТКО на сегодняшний момент находятся на полигонах, то есть захораниваются на полигонах. Всего лишь около 12% идут на раздельный сбор. Это, конечно же, никого не устраивает. И те эксперты, которые вчера присутствовали на круглом столе, обращали на это внимание. Кроме того, обсуждался вопрос, связанный с мусоросжиганием, как наиболее неприоритетным направлением реализации мусорной реформы. Ключевой посыл, который мы пытались донести до правительства, и до граждан, и до общественности, заключается в том, что необходимо в первую очередь стараться снизить количество образуемых твердокоммунальных отходов. Мы приветствуем тот закон, который был принят в рамках реализации этого плана по снижению пластика на озере Байкал. Я считаю, что необходимо распространить эту практику на всю территорию Российской Федерации. Мы подготовили очень обширные рекомендации. Предлагаю всем с ними ознакомиться. И если они будут приняты, безусловно, мы сможем решить мусорную проблему в пределах Российской Федерации. Спасибо.